Сейчас мы зашли на территорию средней школы номер 7, город Уральск. Сегодня 6 января. И вот смотрите, на территории этой школы идет активная агитация партии Нуратан. Практически это государственная, можно сказать, территория. Тут стенд. Вот наблюдатель. Это 460-й избирательный участок, 7-я школа. Вот стоит реклама, 5 метров. Почему-то на 5 метрах, вот здесь надо одно учитывать. То есть 2,5 метра занимает только Нуратан. Больше никаких партий. То есть должно быть тогда 7,5 метров здесь справедливо. То есть остальные все 5 партий должны быть. То есть это Хадал, Акжол и так далее. Смотрите, здесь только понятно. Здесь уже ущемление всех остальных партий. То есть ни одной больше рекламы, кроме Нуратан. То есть это ущемление. Надо понимать это и так далее. Наши права здесь просто уже. Вот смотрите, это 7-я школа. Здесь находится избирательный участок. Люди сюда будут приходить голосовать. И тут им идет сразу тут же подсказка, за кого голосовать. Да. Вот партия Нуратана и другие партии отсутствуют. Это что за такое отношение? Многие люди у меня сейчас спрашивают, за кого голосовать. Когда кроме Нуратана везде на подъездах, везде все повешено в Нуратан. Я говорю, к людям также обращаюсь, что это наш гражданский долг. Мы должны идти и выбирать. И выбирать это ваше право. Понимаете? Почему это однопартийность у нас должна быть? Нет, однопартийность не должна быть. Поэтому идите, пожалуйста, выбирайте. Есть Акжол у нас партия. Допустим, я за Акжол буду голосовать и так далее. Но это почему? Это, я считаю, это несправедливость. Вот уже нарушение, полное нарушение. Сейчас хочу показать партийный список. Кто идет по партийному списку от этой партии. Васлихат и, я так понял, в парламент. Вот все люди. Этот депутат вообще не вылезает. Этот Амир Ханян, бизнесмен. Вот они все. Давайте посмотрим все. История должна знать своих героев. Вы их и думаете, так будет видать. Ну да, пускай смотрят. Сейчас я ее. Все. Пускай люди видят. То есть, допустим, я считаю, я за них не буду голосовать. Однозначно. Вот он, есть список. Естественно, я за эту партию тоже голосовать не собираюсь. Все. Список закончился. Можно еще кое-что рассказать. Также, дорогие наши граждане, дорогие наши казахстанцы, я хочу к вам обратиться и сказать одно, да? Просто надо одно понять. У нас проблемы. Помните, когда с парком Кирова было? Вот эти все депутаты ни за народ не выступили. Никто из них за народ ничего не говорил. Ни по поводу проблем на Паркирова, ни по поводу проблем Переволодской рощи, ни по поводу того, что вырубка, интенсивная вырубка у нас лесополос идет именно по городу. Все вырубается, лесоназождение и так далее. Кругом бесправие идет, беззаконие и так далее. Никуда обратиться невозможно, ничего решить невозможно. Все дороги вот сужены. Взять, допустим, вот она. Вот эта улица, да? Вот эта у нас улица. Она бывшая Батурина, сейчас Иксанова. Она как бутылочное горло. Сколько раз я говорил, я к Киеву обращался, что здесь у нас пробки именно здесь создаются, потому что там широкая полоса идет, то есть улица, асфальт. А здесь она двухполоска переходит. Все это благодаря нашим вот этим нуратановцам. То есть, что я хочу сказать. Вот благодаря им, что я за них не буду голосовать. Я хочу вот ваш гражданский долг за них не голосовать. Благодаря им вот такая у нас жизнь. У нас обстановка такая тяжелая. Экология у нас все, понимаете? Все пойдет на них берет участок. Где вы будете наблюдателем. Но это уже в следующем ролике, который будет выставлен.